Бонжур, с вами Дарксей Глинский, это уже четвёртая серия нашей легендарной саги. Мы расположились около леса и отправили лучников искать наших врагов, а потом быстро начали передвигать наши войска в лес. Гектор понимал, что это опасно, но у него и не было других вариантов. И вон у подходов к лесу мы заметили вражеское войско, вернее часть его. Гектор сразу отправил все свои войска устраивать засаду, а лучников обстреливать их. Началась перестрелка лучников, и скоро колесницы попали в засаду. Испугались? Это был первый шаг преимущества армии Гектора. Затесалось тяжёлое сражение в лесу, и началось добивание вражеского войска, которое и так уже отступало. И скоро все войска врага бежали. Гектор потерял всего лишь 77 бойцов, тем временем Форкис потерял почти 400. И мы начали осаду Аполлонии. Началось строительство таранов для штурма. И тут, наконец-то, голодные войска наших врагов вышли из города и напали на нашу великую армию. И Гектор решил принять бой и наказать Легимния. Первым делом Гектор отправил наших лучших лучников на перехват вражеской армии, которая только-только вышла из ворот. Сам же он, как всегда, бросился в бой без какой-либо охраны, пешком, то есть даже без коня, с одним только копьём и щитом в руках. И скоро Гектор одержал свою очередную победу, потеряв, правда, 40% своего войска, но уничтожив практически всё войско своих врагов. И его войска вошли в пустынный город. И вторая наша армия под руководством Антенора выдвинулась против остатков войск Легимния. Но было принято решение отступить и подождать первой, великой армии под руководством самого Гектора. Скоро мы возьмём последнее поселение Мирлья. Торговцы из дальних стран попросили разрешить им начать торговлю. Мы разрешим. Мы же хотим, чтобы наша страна процветала. И только враги увидели Гектора, они сразу сдались на славу Трои. И тут в Метеллене началось восстание. Гектор был так возмущён, что он приказал не только подавить его, но и убить каждого, кто восстал против него. И притом не быстрой смертью. И против повстанцев выступили лучшие троянские копейщики, которые прибыли на остров всего лишь за пару часов. Что и было выполнено моментально. Начался штурм сразу двух поселений асканских фридийцев. Анкаре и Медры. Гектор пался в бой, но понимал, что его войска ещё не успели достаточно восстановиться. И он решил заморить всех голодом. Голод заставил наших врагов выйти из их поселений и начать два боя, которые Гектор принял. В первой битве он выдвинул лучников вперёд в лес, чтобы устроить засаду. А пехотинцев он отставил на открытой местности, чтобы враг как раз и подошёл к ним. И когда все наши враги сагрились на наших лучников, Гектор выдвинул свою пехоту из леса и отступил лучниками. И таким образом армия врага оказалась расколотой на несколько частей, что нам и помогло. Гектор саморучно начал уничтожать всех врагов. Скоро пали оба генерала врага, которых Гектор победил в честной дуэли. И от такого шока армия врага не смогла оправиться и бежала. Да и во втором бою войско Гектора одержало решительную победу. Гектор хотел захватить поселения, но наш отец потребовал разграбить их. Гектор был в ярости, но выполнил пожелания отца. Тем более после этого тоже можно захватить поселения. Правда уже разграблено, но всё равно захватить. Но Анкаре тоже необычный город. Ходят мифы, то что по лесам рядом с Анкаре ходят огромные люди, гиганты, которых мы и попытаемся нанять. И второе поселение мы также разграбили и захватили. Наш отец был очень доволен. И теперь мы можем полноправно претендовать на престол Троя. А наш брат ничего не может с этим поделать. На такой позитивной ноте я и завершаю сагу. С вами был Дарсей Глинский. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Пока!